Дорогие мои смоленцы! Уважаемый Алексей Владимирович, Владыка, я всех вас сердечно поздравляю с замечательным событием, участниками которого мы все являемся, 1150-летие славного русского православного города Смоленска, который всегда как щит оберегал наше Отечество. Эти 1150 лет были очень непростыми. Трудно еще, может быть, найти другое место на земле, как Смоленск, через которое проходило столько войн. Причем войн не локальных, не ограниченных, а огромных, практически мировых, в которые включалось большое количество людей. И началось это с глубокой древности. Смоленск. 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 Враг выдерживал оборону в то время, когда уже большая часть Европейской Руси была под иноземными захватчиками. Когда в город Москву вошли поляки. Когда умершлен был патриарх Ермоген, город Смоленск сражался. И только предательство одного из жителей привело к тому, что в конце концов враг вошел в стены и разрушил наш город. Но этот героизм Смоленска был очень важен тогда для поддержания духов всей Руси, всей России. Нельзя не вспомнить и 1812 год. Ведь именно здесь, у стен Смоленска, в Красном объединились две армии. Одна под водительством Барклая де Толли, вторая под водительством Багратиона. Здесь дано было первое мощное сражение Наполеону. И хотя силы были неравными, и нам нужно было отступить, битва под Смоленском внесла свой вклад в разгром противника. А когда погнали Наполеона, то именно здесь, на Смоленщине, Денис Давыдов со своими гусарами и с партизанами разбивал насмерть арьегарды противника. Мы все храним это в своей памяти. Так же, как храним и годы Великой Отечественной войны. Смоленск принял удар во много превосходящей силы врага. Он не мог в 1941 году сдержать натиск на Москву. Но Смоленск и Смоленщина были местом партизанской борьбы. И мы знаем, какое огромное значение наш город сыграл в Великой Отечественной войне. Как мы знаем, что именно здесь, на Смоленской земле, произошла самая страшная, может быть, трагедия Великой Отечественной войны, о которой много не говорили. Здесь Богородицкое поле. Здесь место массовой гибели наших солдат и мирного населения. Здесь Соловьева переправа, та самая, под которой воды Днепра смешались с кровью. Здесь величайший подвиг и величайшая трагедия, которая, тем не менее, внесла и свой вклад в последующую победу. Нельзя не вспомнить и послевоенные годы, разруху и голод, как люди жили в крепостных стенах и в сараях и в землянках. Я застал то поколение смолян, которые со мной разделяли эти воспоминания. И ведь отстроили город, возродили жизнь Смоленской земли. И мы вспоминаем с благодарностью тех, кто мирным трудом воссоздал жизнь на Смоленской земле. Непростыми были 90-е годы. Я помню, как вот на этой площади, на которой вы стоите, мы, собирая продукты и одежду, где только могли, и храняя его вот в этом Богоявленском соборе, раздавали нуждающимся смолянам, а их были тысячи. Но и тост, тяжелое время позади. И сегодня страна наша набирает силу. И сегодня Смоленск явил совершенно иное лицо обновленного города, красивого, уютного, такого милого вашим сердцам и моему сердцу. Мы не можем сегодня не вспомнить и особо духоносных личностей, и особенно духовно важные события в истории Смоленска. Я уже сказал о подвиге мученика Меркурия, но как не сказать об интеллектуальном, духовном, научном подвиге святого преподобного Авраамия Смоленского, монастырь которого также возрождается сегодня в городе в нашем, того самого Авраамия, который был светочем, интеллектуальным светочем средневековой Руси. Вокруг него была целая школа, вокруг него были ученики и знания, образованность, духовная проницательность и духовный опыт преподобного Авраамия распространялись и Смоленска по всей Руси. А еще ранее, во времена великой славы Смоленска, в домонгольский период, когда здесь княжили выдающиеся представители княжеского рода Рюриковичей, Владимир Мономах, князь Ростислав, здесь строились дворцы и великолепные храмы XII века, которые чудом сохранились и до сих пор украшают город и лицо всей нашей страны. Вот в то самое славное время, когда Смоленск был столицей великого водного пути из варяг в греки, здесь чанием князя Владимирова Мономаха появился чудотворный образ Пресвятой Богородицы Адигитрии. Он появился здесь не случайно, потому что недалеко от Смоленска, как вы знаете, на север. Реки Балтийского и Черноморского бассейна не смыкаются, здесь волоки были, здесь люди километры тащили суда по земле. Это был самый трудный этап великого цивилизационного пути с севера на юг через Русь. И именно здесь появился образ Богоматери Адигитрии, чтобы люди могли помолиться, подплывая к Смоленску и к его волокам, и поблагодарить Царицу Небесную, когда этот тяжелый участок пути был позади. Здесь место убиения святаго Глеба, первого русского святого страстотерпца, рядом совсем от нас на Смедыне. Это был духовный подвиг человека, который, имея власть и даже имея возможность претендовать на великокняжеский престол, отказался от всего в пользу своего старшего брата, который и погубил его. И святой Глеб стал образом русской святости, мужества, правды, веры и братской любви. И мы знаем, что образ Царицы Небесной Адигитрии сохранял город Смоленск. Чудом остался невредимым Смоленский кафедральный собор, когда вошел сюда Наполеон. Все церкви были закрыты, изничтожены. Вот этот Богоявленский собор, что рядом, был ограблен, разрушен иконостас. И там устроили солдаты место своего пребывания, заводя в храм лошадей, издеваясь над нашими святынями и разрушая наши духовные и материальные ценности. Но ведь в 20 метрах от этого собора Успенский собор не был тронут, никто к нему не прикоснулся. Именно потому, что он в местилище великой общенациональной святыни, иконы Божией Матери Адигитрии, той, перед которой молились в древности люди, пересекая Русь с севера на юг и с юга на север. Но, может быть, еще более явным чудом Богоматери была Великая Отечественная война. Многие из вас знают, видели эти страшные фотоснимки, в том числе и сделанные немецкими солдатами. А кто не видел, сходите в новый центр, выставочный, прекрасный центр, который открылся в Смоленске. Там замечательная выставка. Вы можете увидеть эти военные фотографии Смоленска. Нет ни одного неразрушенного дома. Одни руины. Все то, что справа и слева, впереди и сзади. И среди этих руин невредимым стоял Успенский собор. Что мешало фашистам взорвать его так, как они взрывали все другое? Что мешало в бою уничтожить этот собор, потому что нередко с высоких точек велась корректировка огня? Никто не привыкнулся к этой святыне. Нам еще иногда говорят, а докажите, что Бог есть. Почему Бог не совершает чудес? Почему Он в моей жизни не совершает чудес? Почему Он не дает то, чего я хочу? Бог всем дает от своей отеческой любви только при одном условии. Если мы храним веру, и если мы, опираясь на эту веру, обращаемся к Нему с молитвой и строим на основе этой веры нашу жизнь. И вот наши благочестивые предки и в 1812 году, и в годы немецкой оккупации горячо молились Богу. Тогда не было неверующих людей, тогда не было клеветников на церковь, тогда маршал Жуков, когда освободил город Смоленск, пришел и стоял на молебне в нашем Успенском соборе пред Игонной Бодиодигитрии. Тогда ушла в сторону идеология, тогда никто не мог посметь сказать Бога нет, потому что Бог рядом был с теми, кто поднимался в атаку, кто защищал наше Отечество с городом Смоленском. Каждый человек, который приходит в этот Великий Собор, один из величайших храмов Святой Руси, сердцем чувствует присутствие Божьей благодати. И не случайно эта благодать дана здесь, на этих смоленских холмах, народу, живущему в этом граде и на всей смоленской земле. Потому что скорбной была наша история, бедной является наша земля, у нас нет ни нефти, ни газа, ни драгоценных металлов, у нас есть дивный русский пейзаж, у нас есть красота наших полей и березовых рощ. У нас есть милые сердцу очертания города Смоленска. За нами великая история, и мы должны быть достойны прошлого, чтобы созидать будущее. И я сегодня, в этот юбилейный день, обращаясь ко всем вам, пришедшим в таком множестве к подножию холма, где возвышается Успенский собор, всех вас прошу, по-отечески прошу, храните веру православную. Воспитывайте в ней ваших сынов и дочерей, ваших внуков и правнуков, передавайте им опыт предыдущих поколений, чтобы никакие искушения, соблазны, никакое пустозвонство, никакая клевета, никакая ложь, никакое безумие человеческое не могло подвигнуть и разрушить наш духовный фундамент жизни. И тогда, сохранив веру, сохранив силу молитвы, мы будем обращаться к Богу за помощью. И, сочетая молитву и труд, сочетая молитву образования, сочетая молитву и науку, сочетая молитву и управленчество, сочетая молитву и воинский подвиг, сочетая молитву и повседневную жизнь, мы будем способны одерживать не меньшие победы, чем одержал наш благочестивый народ в прошлом. Я хотел бы призвать благословение Божие на власти в лице губернатора, на церковь нашу Смоленскую в лице владыки Исидора, на всех вас, мои дорогие. Пусть покров причистой Царицы Небесной пребывает над всеми вами, над городом Смоленском, празднующим свое 1150-летие, над древней Смоленской землей и над всею Русью. И пусть божественная благодать укрепляет наши человеческие силы, силу ума, силу воли, силу чувств, чтобы совершать во благо свой жизненный путь. Всех вас еще раз поздравляю с великим, для нас с юбилеем. Храни вас Господь и Матерь Божия, явленная нам в образе Адигитрии. Пусть пребывает со всеми вами. Аминь. С праздником, дорогие смоляне!